Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирины Баракиной. Сегодня главная тема выпуска. Побили рекордно. В фестивале Ходи Подмосковья в Серпухове приняли участие более двух с половиной тысяч человек. О работе за должностью в администрации Серпухова состоялось очередное совещание с представителями управляющих компаний. Дачный сезон открыт. В Серпухове состоялся первый фестиваль, посвященный загородному отдыху. В Серпухове на фестивале Ходи Подмосковья был установлен рекорд Гиннесса по количеству участников в одновременной скандинавской ходьбе. Поклонники этого вида спорта, пенсионного и предпенсионного возраста, приехали в городской округ со всего Подмосковья. Жить, улыбаться и не сдаваться! Вот он, девиз современных людей старшего поколения. Канули в лету времена, когда пенсионеры собирались на лавочке у подъезда. Теперь эти активные люди, взяв специальные палки, ставят рекорды в достаточно молодом виде спорта – скандинавской ходьбе. Спорт на воздухе. Воздух – лучшая косметика для лица. И внутренний нас, как бы сказать, мы молодеем. В рамках реализации проекта «Долголетие в Подмосковье» на портале Добродел провели опрос о полезных и интересных занятиях в Московской области для граждан старшего поколения. В нем приняло участие порядка 20 тысяч человек пенсионного и предпенсионного возраста. Наибольшее число голосов набрали занятия по скандинавской ходьбе – 53%. С июня месяца это было одобрено нашим губернатором. У нас внесены изменения в закон о том, что все занятия в отделениях дневного пребывания наших подведомственных учреждений будут для граждан пожилого возраста. И даже не только пожилого, а начиная с возраста предпенсионера, они будут абсолютно бесплатными. До этого жители Подмосковья оплачивали занятия в отделениях дневного пребывания в зависимости от собственного дохода. Посещение спортивных секций, курсов по рисованию, хору обходились подмосковным пенсионерам, а их около 16 тысяч человек, в среднем 800 рублей в месяц. После отмены оплаты людей, ведущих активный образ жизни, станет больше. Фестиваль «Ходи Подмосковье» также является частью проекта «Долголетие в Подмосковье». В этот день на площади Ленина собралось 2550 участников марафона по скандинавской ходьбе. В этот день здесь присутствовали представители администрации и глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков. Масштаб мероприятия впечатлял. Организаторы фестиваля продумали все до последней детали. Зона фудкорта и отдыха, развлекательная программа на сцене, пункт выдачи инвентаря и воды, множественные площадки с мастер-классами по йоге и пилатесу. Белоснежные футболки с логотипом марафона создали ощущение единого организма, способного горы свернуть. Младшему поколению остается лишь брать пример современных пенсионеров. Самому старшему участнику фестиваля Семену Семеновичу Бабкову 95 лет. Я посещаю дневное пребывание пенсионеров, а у нас там сделана дорожка вокруг здания. Я каждый день сейчас прихожу чуть раньше или в свободное время и кругов 10 сделаю, обгоняю всех, даю пример ходьбы. И за мной тоже тянутся, и женщины, и мужчины. Скандинавская ходьба – доступный вид активности, однако есть определенная техника, которой нужно придерживаться. Марка Кантанева, финский спортсмен, разработчик первых палок для скандинавской ходьбы, провел несколько мастер-классов по правильной постановке палок и грамотному дыханию для собравшихся. Значимый момент произошел на торжественной части мероприятия. В присутствии министра социального развития Московской области Ирины Фаевской, депутата Московской областной думы и координатора проекта «Старшее поколение Ирины Слуцкой», директор Международного агентства регистрации рекордов Влад Копылов объявил о том, что фестиваль «Ходзи Подмосковье» установил новый мировой рекорд по количеству участников в одновременной скандинавской ходьбе. Прошлый рекорд принадлежал московскому фестивалю. В нем приняло участие 2380 человек. До прошлого года этот рекорд принадлежал полякам. В прошлом году побили его в Москве московское долголетие. И вот уже в этом году Московская область побила Москву. Но главная цель мероприятия – это тот настрой, с которым наши пенсионеры двигаются вперед, сжимая в руках верных соратников. Такие простые, вместе с тем гениальные палки для скандинавской ходьбы. Бывает у меня давление высокое. Взяла палки, пошла. Прихожу, уже давления нету. Сегодня я утром пришла. 197 давления было. А я сейчас чувствую себя очень хорошо. В ходе марафона участники преодолели путь в 2,5 километра от площади Ленина до мужского монастыря. Сегодня на очередном совещании комиссии по работе с долгами, которое прошло по поручению главы муниципалитета Дмитрия Жарикова, обсудили темпы снижения задолженности управляющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями. Со злостными неплатильщиками администрация ведет усиленную работу, в том числе и претензионную исковую, совместно с ресурсоснабжающими организациями. Представители этих компаний сегодня отчитались о проделанной работе. С 1 мая по сегодня было направлено 89 претензионных писем на сумму 218 тысяч рублей. Значит, исковых заявлений подано было в суд 92 на 964 тысячи рублей. Через управляющие компании процент оплаты составил 58 процентов за май месяц. То через прямые договоры процент оплаты составил 67 процентов. В мае месяц оплачено 488 тысяч. Администрация городского округа совместно со службой судебных приставов регулярно проводит рейды по злостным неплатильщикам. Продолжаются смс-рассылки до звона и отключения от услуг ЖКХ. В воскресенье утром с Курского вокзала столицы стартовал агитационный поезд лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Первая остановка была на юге Подмосковья в Серпухове. На импровизированном митинге, который собрал всего несколько десятков человек, политик заявил, что его партия выступает за упразднение управляющих компаний в системе ЖКХ, структур, представляющих микрозаймы и коллекторских агентств. Вот нет у нас активности гражданской, понимаете? Вот царя Смегу давают, пошли толпа, царя нет. Убрать советскую власть, толпа, пошли. А потом затища. И у русского народа нет солидарности. Вон русские на Украине убивают друг друга. Поэтому я вас ни в чем не обвиняю. Всегда виновата власть, правительство, чиновники. В чем-то и депутаты виноваты, кроме ЛДПР. Владимир Вольфович вместе с коллегами по партии и депутатами Госдумы пообщался с серпуховичами. Принял от них заявление о личных просьбах. Когда отдых на даче в радость, не только с граблями и лопатой, можно и нужно проводить время на шестисотках. Как сделать выходные за городом полезными и радостными для всей семьи, рассказали и показали организаторы первого фестиваля дачного отдыха. В том, что праздник, который прошел в Принарском парке, готовили профессионалы своего дела, убедилась и наша съемочная группа. Принарский парк в эти выходные превратился в один большой дачный участок, который нужно первонаперво скопать и засадить. Эту ответственную задачу доверили самым юным любителям дачного отдыха. Такое окучивание грядки детям очень понравилось. Результат работы сразу принес плоды. Больше остальных призов за минуту накопал самый старший участник конкурса – Влад Хайдакин. И весь собранный им урожай, как он считает, очень полезен для дачника. После нахождения некоторых подарков ты еще больше мотивируешься на то, чтобы их выкопать еще больше. Сегодня по статистике около 70% россиян лето проводят не на курортах Турции и Египта, а на своих шестисотках. Помочь своим землякам сделать дачный отдых и полезным, и радостным, с этой целью в Серпухове, в самом любимом месте семейного отдыха, в Принарском парке, организовали первый летний фестиваль «Дача». В технопарке вы можете посмотреть комбайны, тракт, многое другое. С представленной техникой для обработки почвы сегодня можно работать на даче с удовольствием. А сделать участок красивым и комфортным для отдыха, пришедшим на фестиваль помогали профессионалы, ландшафтные дизайнеры. Для тех, кто своими руками хочет украсить загородный дом, работал Викторий. Так мастер-класс здесь показали по плетению из бересты. Обычная подставка под горячие, которая нужна всегда, везде. Ее можно сделать как старинными приемами плетения из бересты, так и из бумаги. Но до первого раза просто плести такое длинное изделие нужно время, терпение и усидчивость. Поэтому мы ее сократим до маленького брелка, который можно повесить на любые ключики, мобильный телефон. Конечно, больше всего радости дача приносит детям. Они не прочь покормить домашних куриц, поухаживать и за такими экзотическими четвероногими красавцами-альпаками. Наша творческая группа тоже получила большое удовольствие от общения с животными. Пока юные дачники участвовали в различных конкурсах и даже плавали в бассейне, взрослые в это время смогли показать свое мастерство в изготовлении любимого дачного блюда – шашлыка. Готовили его целыми семьями. Мамы резали овощи, папы занимались мясом. Лей, лей, лей. Королями шашлыка, по оценке шеф-повара одного из лучших ресторанов Серпухова и зрителей, была признана семья Лезовых. Масштабный фестиваль дачного отдыха и барбекю «Дача». Мы очень к нему готовились, очень рады, что пришли жители, гости города. На праздники тебе нравится? Да. Чем нравится? Ну, почти на каждых праздниках есть призы. Я считаю, что это просто замечательно, когда лето позволяет выйти не просто прогуляться, а еще чему-то обучиться. Участники гости праздника убеждены – проведенный фестиваль дачного отдыха дал хороший старт дачному сезону. И надеются через год опять встретиться в Принарском парке. Состоялся отчетный концерт образцового коллектива эстрадного танца «Вертикаль». Это самый многочисленный хореографический коллектив Дворца культуры России. Выступления длились более двух часов. Современными танцами наслаждалась и наша съемочная группа. Екатерина и Анастасия Мухины – выпускницы образцового коллектива эстрадного танца «Вертикаль». Но продолжают заниматься танцами. Любимое занятие не отпускает. Танцевать – это хорошо, танец – это жизнь. Мы очень дружные, всегда помогаем друг другу. И нам весело вместе. У нас очень хорошая подготовка. У нас отличный руководитель Надежда Александровна. Она всегда старается, очень вкладывает в нас всю душу. И поэтому у нас все получается. Мы очень хорошо готовимся ко всему. Эстрадное направление появилось во Дворце культуры в 1983 году. С 1989 года коллектив носит название «Вертикаль». С 1991 года он стал образцован. Руководитель Надежда Панкратова работает здесь уже 40 лет. Многие из детей, которые у нас занимались, уже приводят своих детей, уже даже внуков. И многие дети занимаются хореографией по сей день и выбрали профессию. Сейчас вот у нас работает вторым педагогом, наш воспитанник Юлия Александровна Беляева очень хорошо работает, закончил институт культуры. В программе отчетного концерта 35 номеров. Руководитель и балетмейстер стараются дать возможность выступить на сцене каждому воспитаннику. Некоторые не справляются, а очень любят. А некоторые вот наоборот, все дано в жизни, а ленивы. На домашние отчетные концерты выводим всех детей. И кто хорошо танцует, кто не очень, и кто как. Коллектив «Вертикаль» не раз побеждал и занимал призовые места на городских, областных, всероссийских и международных хореографических конкурсах. Сейчас в нем занимается более 200 детей. Для кого-то увлечение танцем уже стало профессией. Кто-то только примеряется к хореографическому Олимпу. В составе образцового коллектива к своей цели поднимаются прямо по вертикали. Чемпион в гостях у будущих чемпионов. Победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе Мнацакан Искандарян провел мастер-класс для детей в поселке Пролетарске. Илья Сиразов продолжит тему. Для них это значимое событие. Еще бы, увидеть воочию чемпиона Олимпийских игр. Согласитесь, такое происходит не каждый день. Во время мастер-класса воспитанники спортшколы Зубренок исправно выполняли те упражнения, которые Мнацакан Искандарян им показывал. На самом деле для меня это маленький праздник. Находиться в кругу детей. Они делают сегодня первые шаги. И мне интересно было с ними и поработать, и показать, и посмотреть, как наши дети могут двигаться, могут воспринимать то задание, которое дает тренер. На самом деле это очень полезная вещь. Тем более вдохновляются ребята, когда в зал приходят знаменитые спортсмены. Кто-то делает только первые шаги в греко-ремской борьбе, а у кого-то за плечами победы и призовые места на крупных турнирах. Но глаза горят у всех ребят, ведь они занимаются любимым видом спорта. Потому что я люблю, хочу стать кандидатом спорта. К нам мастер приехал, это очень интересно и очень... Он рассказывает очень интересно и очень понятно. Мы ждали давно. Потом по договоренности с главным тренером Московской области мы все-таки осуществили. К нам приехал олимпийский чемпион, неоднократный чемпион Европы и мира, Искандарян Макасан Фрунзевич. Он с удовольствием к нам приехал и отказал нам для того, чтобы ребята вообще поняли, к чему им стремиться. Какой солдат не мечтает стать генералом, так и у этих ребят есть цель – стать победителями международных соревнований, так же, как Мнацакан Фрунзевич. А может, кому-то повезет побить те рекорды, которые были установлены нашим прославленным борцом. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за нашими новостями в сети интернет на сайте otv.defismedia.ru, на официальном сайте администрации города. Мы так же есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Химчистка LEDA – это передовые технологии, это специалисты своего дела, это индивидуальный подход к каждому клиенту. К вашим услугам. Деликатная чистка текстиля, кожи, меха, ковров, обуви и подушек. Прачечная. Ручное удаление пилинга. Крашение текстиля и изделий из кожи. Сезонное хранение меха. Ремонт одежды и обуви. Мы находимся. Серпухов. Торговый центр «Атлас» – первый этаж. Торговый центр «Б-класс» – первый этаж. Протвино. Торговый центр «Слава» – цокольный этаж. Акция до 15 июня во всех пунктах химчистки LEDA скидки до 30%. Химчистка LEDA – чистота наше призвание.